Не только грибы и ягоды, новый лесный кодекс Беларуси предуглеживает по раннейшему бесплатный сбор лесных дорог для уластных потреб грамадян. Как поведомили у Могилевским лесогасподарчим обеднанне, у новом документе навод поширенный перолик вида у крыста не лесом, за якие теперь не треба платить. Так, например, кодексом регламентовано, что грамадяне не оплачивают размещение у леса вулли и пшальников. Сгодно нового документу, такие виды деянности, як нарыхтовка сена и выпас живелы на лесных полянах, так само вызначены, як бесплатные. Если в старой редакции лесного кондекса размещение улев и пасек и сенокошения было для населения платным, то сегодня и эти виды побочного пользования, они бесплатны, но только нужно выписать лесной билет. С заявлением население обращается либо в лесохозяйственное учреждение, либо в лесничество, и на основании его заявления, так скажем, если там нет никаких ограничений, выписывается лесной билет и на размещение улев и пасек, и на сенокошение. Як отзначают у Могилевским лесохозяйственным объединением, оплата сбору дикорослых ягод, грибов, орехов, плодов предугледживается только для юридичных особов и индивидуальных предпринимательников. Редактор субтитров А.Семкин